Всем привет, коллеги! Я вас не буду картинками мучить. Вкратце, медицина была внесена в дорожную карту по технологии виртуальной дополненной реальности как один из опорных направлений. Соответственно, мы в центре обладаем, наверное, хорошей базой с той точки зрения, что у нас есть свой медицинский центр на Дальнем Востоке, который расположен прямо на территории федерального университета, он входит в систему Минздрава. Там проходят лечения совершенно живые, настоящие пациенты. И мы начали как раз с такого мероприятия, странного немножко по названию, как остров Кипрогов, проецировать на российскую плоскость прохождение комитетов по этике и вывод на клинические испытания тех, скажем, новых медицинских продуктов или каких-либо методик, технологий, чтобы процесс вывода их на клинические испытания и как-либо снятие метрик был более простым, более понятным. И как достижение, наверное, поделюсь с вами, если кто-то читает мой фейсбук, расскажу о том, что мы со специалистами из Казанского федерального университета и Сибирского медицинского университета провели три операции по восстановлению спинного мозга имплантами, это инвазивная имплантация с такой, с производителем американским в мою клинику. У нас сейчас три пациента колясочника, или даже три или четыре сейчас, я точно не помню, по-моему, четыре даже, у которых полностью отсутствовала двигательная функция, они же, сейчас они все трое ходят, один кто-то с подвесом, кто-то пока только с упражнениями как бы в состоянии лежа, то есть там сокращение, и это большой шахтный теху, почему я об этом говорю в рамках VR и AR, наверное, вы слышали о том, что мы являемся также партнером компании Tesla Suite по реабилитационной медицине, так как методики и виды изменения костюма Tesla Suite в медицинском направлении как раз делаются силами специалистов наших нейрохирургов, которые работают в нашем центре. И как бы такая точка пересечения, потенциально ключевая, в которую я верю, то, что мы в ближайшие несколько лет до нее сможем дойти, это синхронизация внешних профилей и виртуальной реальности костюмов обратной связи с инвразивной нейроимплантерсой. То есть сейчас на данный момент управление происходит через внешний контур, когда, ну, условно носимый микрокомпьютер управляется врачом, вот, то есть в идеале мы должны прийти к неврачебной настройке, к тому, что большой объем данных накапливаемой нейросеть и носимое оборудование позволит как бы синхронизировать это с внешними какими-то там носимыми устройствами. И за этим мы видим будущее, потому что в этом году, я думаю, как не в этом уже, наверное, в следующем, на выставке CES в Лас-Вегасе мы как раз с компанией TESO-SYUT будем показывать это направление, то есть первые наработки в этой области и первые шаги компании TESO-SYUT к так называемой, ну, наверное, не знаю, назовем ее М-версией, да, медицинского назначения, где как бы из индустрии развлечений мы переходим к все-таки более продуктивному как бы применению технологий, в том числе виртуальной реальности, которая является как мотивационным контентом, так и контентом, который проецирует какие-то повторяющиеся упражнения, создает более комфортную среду для пациента, то есть выдергивая его из суровых реалий больничных стен, как бы, и вплоть до точного позиционирования трекинга, как бы, и нахождения его в медицинской среде, я думаю, вы сегодня во многих продуктах это увидите, поэтому я не буду капитанить, как бы, масса применения виртуальной реальности, системы захвата движения, вы это все прекрасно увидите. Хочу лишь сказать о том, что наш центр, так как он является в том числе и оператором дорожной карты по виртуальной дополненной реальности цифровой экономики Российской Федерации, мы делаем очень большую ставку на медицину и применение технологий в медицинской отрасли, поэтому те продукты, которые нуждаются в дополнительной экспертизе, потенциально готовые, испытывающие проблемы, мы все понимаем, что рынок образования медицины в Российской Федерации относительно закрытый, как бы, вот, то есть пробивать какие-то бюрократические стены, помочь, как бы, со структурированием, как вывести правильно клинические испытания, обращайтесь, как бы, я с удовольствием стараюсь поддерживать все медицинские проекты, которые используют технологию, там, от доброго совета вплоть до каких-то привлечений партнеров, там, и достучаться до, там, Скворцова, Иванова и прочих наших сильных мира, село, как бы, потому что мы это так же делаем, мы так же получали разрешение комитетов по этике, разрешение Минздрава на проведение операции, аналогов их в России нет, то есть таких операций в России мы сделали первыми, одна на болезнь Паркинсона и, соответственно, три человека с, как бы, инвазивной нейроимплантацией в позвоночник. Вот, сейчас проходит еще одна операция по нейростимуляции головного мозга, аналогов, ну, практически нет, то есть это единичная операция, вот, нам удалось собрать лучших специалистов по нейрохирургии на данный момент, и поэтому в этой области мы можем в том числе и консультировать, как говорится, с точки зрения практикующих хирургов, как бы, и хорошего, там, объема знаний, которые есть. То есть мы также плотно сотрудничаем с фондом Скокова и с медицинским направлением, еще раз здравствуйте, рад вас видеть, вот, я надеюсь, что совместными усилиями и вот тем охватом, который, как бы, сейчас происходит, мы постараемся в этом году сформировать, ну, около медицинское комьюнити, да, то есть такое вот, те компании, которые заинтересованы исключительно в применениях технологий, как бы, в медицинской сфере, как бы, и будем, ну, каждый со своей колокольни, с теми инструментами, которые у нас есть, теми возможностями, которые у нас есть, как бы, помогать, стараться как-то вот объединить усилия, потому что наша российская, вернее, ну, правильнее было бы сказать, постсоветская медицинская школа очень сильна. Я убедился в этом, то, что проехал практически все медицинские университеты и сильные клиники, с которыми можно было там найти контакт, с которыми можно было бы сотрудничать. Мы собрали хорошее комьюнити, мы собрали хорошую экспертизу. Многие из этих университетов обладают президентскими грантами на как раз сертификацию и стандартизацию в области медтеха и роботизированной медицины. Поэтому задел создан хороший, и я думаю, сегодня вы уже там послушаете как раз и кейсы, как бы, которые идут самостоятельно в коммерцию. Не знаю, насколько мы сможем, не буду там прям огульно обещать, что мы каждое из этих продуктов там достучимся и доведем в Россию, но, по крайней мере, мы попытаемся что-то с этим сделать. Вот, следующий год намечена также работа с такими группами, как особые дети, это аутизм, ДСП. Вот, я думаю, вы сегодня услышите доклад от наших партнеров о компании... Джеки Лаху. Джеки Лаху, да, извини, запнулся чуть-чуть. Вот, как раз, которые расскажут о своих наработках и, собственно, мы планируем их наработки взять за основу, которые пойдут как раз в направлении особых детей. Для меня достучаться достаточно легко, я стараюсь читать, как бы, там, мессенджеры, группу, центры НТИ в Фейсбуке. Мои контакты найти достаточно легко. Я очень рад, что вот в такой маленькой аудитории такой аншлаг, как бы, то, что интересуется. Для меня, будем откровенными, честно скажу, для меня медицина это такой вот, ну, полуличная амбиция, потому что много родственников потерял из-за тяжелых болезней. Первый мой ребенок попал домой, когда ему было только 9 месяцев, две сложнейшие операции. И слава богу, что он сейчас здоровый и не помнит о том, что у него были какие-то проблемы. Но, зная о том, что моего ребенка могли прооперировать два хирурга в Российской Федерации, больше просто не было. И вот, как бы, сталкиваясь с такими проблемами, для меня это, в том числе, такой немножко личный вызов, такая личная амбиция для того, чтобы технологии встали на службу медицины и наше здравоохранение. Мы уже сейчас видим эффект того, что люди, те, которые собирались ехать в Южную Корею лечиться, хотят остаться во Владивостоке и попасть к нам в центр. Это хороший знак о том, что мы можем что-то сделать лучше, чем есть сейчас. И призываю всех, как говорится, давайте дружить, давайте общаться, давайте делать что-то вместе. Спасибо. Аплодисменты, несколько вопросов. Можно? Да, конечно. Пожалуйста, когда вы упоминаете, что вы собрали команду специалистов хирургов? Это люди, которые постоянно живут, либо люди собираются под проект или как-то? Есть разные формы сотрудничества. У нас есть удаленное сотрудничество, то есть есть выделенные кластеры, например, в Сибирском медицинском государственном университете, в Казанском, которые участвуют в исследованиях над одной общей проблематикой. То есть без револокации они проводят какие-то исследования, которые находятся в едином информационном поле. На проведение операции приезжали как раз нейрохирурги и в Москве, из Казани, из Томска непосредственно живые хирурги, которые оперировали его в Владивостоке. И один из них сейчас находится, который сопровождает постоперационную программу реабилитационную и как раз снимает метрики, чтобы можно было сказать о том, что операция успешна. То есть как бы их документируют, потому что мы получили абсолютно официальное разрешение от Комитета по Этике, от Минздрава на проведение таких высокотехнологичных операций. Просто аналогов нет, у нас нет ни стандартов, ни регламентов, такого просто не делали. Как бы поэтому пришлось... Это очень удобно, как с коптерами, везде летай, делай, что хочешь. Ну, не совсем так, все-таки будем откровенными. То, что нам пришлось проделать очень большую работу в ходе перемещения родственников, потому что у нас пациенты не только с Дальнего Востока, у нас с Дальнего Востока только один из них. И сказали, то есть это сопровождение родственников и обеспечение им доступа к пациенту, наблюдение за программой. То есть это была большая работа, которая была проделана. Я искренне, честно, я горжусь ребятами, которые это сделали, потому что результаты не то, что не уступают мировым, а в некотором роде сейчас наших специалистов приглашают на заседание нейрохирургического сообщества в Соединенные Штаты, чтобы они поделились вот как они от теории перешли к практике и получили, ну, пока рано, наверное, говорить о том, что получили прямо очень хороший положительный результат, потому что все-таки период реабилитации – это такой длительный процесс, как бы, но сейчас уже методики и практики вот там с использованием Тесл Синта, с использованием там инвазивной нейроимплантации мы этим активно занимаемся и пытаемся… А, еще, наверное, забыл сказать то, что на стыке вот различных применений, различных технологий возникают еще субпроекты, так я их называю, да, то есть это такие отпочковываются, которые… Например, как раз с ребятами из Сибмеда, с коллегами из Казани мы обсуждали вопрос создания цифровых двойников болезни, то есть используя все эти там системы заклада движения, системы, как бы, получаемые с инвазивных датчиков, чтобы создать портрет болезни, да, и, как бы, и какие-то вещи, вот, наверное, все сталкивались с такими вещами, субъективизм специалистов в медицине, да, вот, мы приходим, как доктор, он не рентген, доктор не томограф и так далее, он говорит, у меня болит, сильно болит, вот какие мерилы, то есть вот это все воспринимается субъективно, а в нейрохирург, вот с нейро заболевания, там еще, вот человек идет, ровно приходит, делали эксперимент, несколько врачей сажали, показывали запись видео походки человека и сказали, поставьте диагноз, и вот разброс вот такой, один говорит у него, условно, паркинсон на такой-то стадии, второй говорит, что он там легкие отклонения, это субъективизм, а объективизм, это когда из огромного объема данных, да, то есть, в принципе, как с шахматами, да, когда Каспаров играл против, там, деблю, да, компьютера, он играет против миллиона шахматистов одновременно, да, то есть компьютер, как бы, может выбрать любой сценарий, он не думает, он просто выбирает оптимально, и в данном случае мы взяли на себя такое вот, как бы, время накапливать определенный объем данных, поставили сервера, и те эксперименты, которые проводятся, они стараются оцифровываться, чтобы создавать какой-то вот объем данных, с которым впоследствии можно будет работать. Я общаюсь с Сбербанком, с их лабораториями по этому поводу, им интересно обрабатывать такие большие объемы, как бы, выделять какие-то... С Максимом? Вот. С Максимом? С Максимом? Да, в том числе и с Максимом, но там не только Максим задействован. Я не могла найти вот данные в паблике, как бы, по поводу вот этих, ну, ваших каких-то результатов? Вы знаете, сейчас есть правило официального регламентирования, то есть, которое официально, как бы, поблизости, да, не прошел еще тот период, который можно считать конечным заключением, оно должно быть подписано регионально сначала у комиссии, потом Минздравом, и то, что можно считать официальными результатами. Вот, поэтому в публичное поле официальные результаты передаются только по определенным... Вы можете зайти просто ко мне на Фейсбуке, я стараюсь выкладывать каждый наш шаг и видеоролики, и там есть микрофильм как раз с интервью с пациентами и с визуальным, вы можете посмотреть, как это вживую происходит, то есть, как происходит их реабилитация, как они ход пытаются ходить, работать и так далее. Мы все это записывали с их согласия, сделали небольшой ролик, чтобы вот как раз донести до публичности, что мы над этим работаем. Мы видим, что это для вас действительно личная история и искренне желаем успеха. Вот еще есть и вы, есть, сколько? Как соотносится ваша работа и есть ли еще кто-то в России, кто тоже плотно занимается? Нет, в России, конечно же, есть. Есть Пироговка, есть Самарский университет, есть масса компаний, которые тоже пытаются там сделать какие-то... Классеры, ну, давайте будем как. У нас, к сожалению, в стране, может быть, к сожалению, может, к счастью, не буду сейчас обманывать, методы государственной поддержки, да, и вот методы работы там с разными какими-то структурами очень диверифицировали, да, то есть, там, здесь цифровая экономика, тут национально-технологические инициативы, тут фонды, тут то, тут все и так далее. И многие просто начинают путаться. Мы же как раз, мы пристараемся вот как раз выстроить одну простую истину, да, нету двойного финансирования, да, чтобы не возникало как бы проблем. То есть, если мы видим то, что какой-то из кластеров может вот конкретно это по своим регламентам, по своим возможностям, отчетности, я же тоже не могу, я не как бы, я направляю деньги, но ими не распоряжаюсь в прямом смысле, это не мои деньги, это государственные. У меня есть регламенты, на что я могу, на что не могу, как я могу, как я не могу. И так же у Сколково и у остальных структур. Поэтому мы пытаемся объединиться вместе, где-то дробить проекты, где-то разделять их на отдельные субстанции. Здесь научные исследования, тут практикумы, тут, конечно, какое-то продуктовое внедрение. И подключать свои каналы как бы взаимодействия, не пытаясь перетянуть как-то одеяло друг у друга, на себя и так далее. Мы вот с Рием часто общаемся, и у нас есть рабочая группа по медицине, в которой происходит постоянно какое-то общение, где подбираются правильные инструменты взаимодействия. Все-таки мы живем в российских реалиях, и, честно, я, наверное, какого чиновника просто, потому что еще я и пришел из бизнеса, и не все вот эти государственные тяжелые процессы еще у меня настроены внутри, чтобы понимать, как с ними идеально работать. Ну, стараемся, как получается, как умеем, пытаемся. Маленькие комментарии. Я вот буквально могу сказать, вот Сколково, например, не может поддержать тиражирование и промышленное внедрение компаний, какой технологии. Мы можем поддержать зато IROND. С другой стороны, мы не можем поддерживать фундаментальные исследования, этим занимается фонд Миноборовские гранты и так далее. То есть, в том числе и университеты, и Центр Миноборовские То есть, на самом деле, есть некий определенный трек в государственном, скажем, устройстве фондов поддержки, да, где компания должна существовать некое такое путешествие, да, в зависимости от ее статики. Вот, нет, в хорошем смысле путешествия, да, то есть, если приходят с фундаментальной идеей, то, к сожалению, это не к Сколково, это к коллегам, да. Если коллеги приходят с серьезным продуктом, который нужно уже выводить на огромные, там, заводы строить, то это не к Сколково, да, то есть, у нас есть ограничения, что мы поддерживаем именно стартап. Вот, в этой всей логике, да, она, она существует, просто в ней нужно немножко разобраться, погрузиться, чтобы понять, как это все функционирует. То есть, вот мы при взаимодействии, там, с Александром, с другими фондами поддержки, мы как раз пытаемся, иногда мы в проектах говорим, что вам не к нам, вам к, например, там, идите в Рыбака, да, например, вас там поддержат более эффективно, или вам нужно уже получать финансирование в ВЭПе, или РФПИ, там, на какие-то суперкрупные международные проекты. Вот, поэтому логика, она присутствует, и она существует. Кому близка тема медицины, да, таких, наверное, она близка отчасти всем, все болеют, ну, банально, да, но кому-то она ближе, и кому-то она профессиональна. Вот ДВФУ профессионально занимается медициной, у нас есть целый биомедицинский кластер, который профессионально занимается медициной. Есть еще места, где тоже, там, например, в Минздраве, в самом сейчас появляется, там, такой центр по инновациям, с которым мы тоже взаимодействуем. Саша, так сказать. У нас просто, да, вот я уже в начале своего спича об этом говорил, у нас более 12 институтов поддержки официальной, более 12. Не все просто понимают, и, например, вот для фонда Сколково может быть совершенно анормальная ситуация, в каком ключе. Есть цифровая экономика Российской Федерации, у нее есть дорожная карта. В рамках дорожной карты есть уровни тереют готовности продукта. И вот, допустим, фонд Сколково в рамках оперирования дорожной карты станет институтом поддержки именно денег-цифры. Им скажут, что ваш блок работы, это тереют условно 5-7, там, да, выделяют, приходит компания, говорит, ну вот посмотрите, мы вот по дорожной карте, да, вот, мы подходим как бы здорово и так далее. У вас какой тереют? Ну, 2-3, да, и так далее. Они скажут, мы с удовольствием готовы были бы вас поддержать, но не можем, потому что деньги, которые выделила цифровая экономика, они вот лежат только в этих тереютах. А тереями 1-2 занимаются лидирующие исследовательские центры, фонд Ботник и так далее. Пойдите, пожалуйста, туда. И это вот просто частный пример, вот, коллизия, да, а если они придут просто условно в фонд, да, со своими какими-то вещами, то, возможно, они со своим уровнем терея попадут под другую программу, под другие гранты, но не в рамках денег-цифры. Это будут уже другие деньги, другие скрипты и так далее. И вот из-за вот этой вот клубка, да, который заплелся, вот действительно возникают коллизии. Мы очень часто с Сергеем занимаемся тем, что мы этот клубок распутываем и показываем, где ниточки, вот как они туда вошли и из какого конца, куда тебя клубочек приведет, как бы, в итоге. Ну, коллеги, мне кажется, мы что-то из-за формата нет. Да, я понимаю. Да, ну, извините, просто у меня такое, наверное, просто получилось, что здесь много продуктовых презентаций, у меня более системная была, поэтому я желаю вам хорошей встречи. Да. Там у меня уже цыгель-цыгель показывает. Только вам по реафондах поддержка. Хорошо. Да, как раз про продукт. А про Tesla Suite сегодня где-то можно будет послушать? Да, сегодня должен быть представитель Tesla Suite, и как раз он будет рассказывать о разных областях применения. Ребята в прошлом году стали номинантами CES, как лучший инструмент потенциальный для VRR, и получили звание потенциального Unicorn World, то есть будущего единорога. А, на какой секции? Посмотрите в программе, честно, я вот сейчас вам доски не вспомню. Сергей Носов должен был записан, либо кто-то еще из ребят там от Tesla Suite, это генеральный директор. Вот, я лишь могу рассказывать о том взаимодействии, которое происходит у нас с компанией Tesla Suite и в какой области мы сотрудничаем. Вот, мой Facebook как бы открыт для вас, всегда можете ко мне постучаться, написать в мессенджер, как бы задать вопрос, я по мере, как говорится, своего присутствия стараюсь всем отвечать, как бы никого не оставлять без внимания. Спасибо, все, хорошая сессия. Спасибо. 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 Спасибо.